С приходом весны работники сферы ЖКХ поменяли инвентарь. Лопату убрали подальше, а грабли и метёлки не выпускают из рук. Оно и правда, с таянием снега обнажилась довольно неприятная мусорная картина. Успеет ли измениться городской пейзаж к майским праздникам? И в какие уголки Видного стоит заглянуть трудовому десанту в первую очередь? Мы решили разведать ситуацию. Сцена первая. Расторгуевская часть города видная. Сор вдоль улицы Тинькова, Ольгинской. Мы заглянули во двор дома 49. Местные жители не стали дожидаться субботника и уже начали наводить порядок. В соседнем дворе работники и управляющие компании ЖКХ трудились на детской площадке. С ностальгией вспоминали они былые времена, когда на уборку территории выходили все жильцы домов. Всегда помогали. Это как бы традиция была. Я думаю, что если помогли, мы не отказались, как говорится. Оставив коммунальщиков в одиночестве, мы поехали было в центр Видного. Около водонапорной башни возле станции. Здесь, что называется, картина маслом. Комментарии излишние. Как только снег сошел, тут был какой-то ужас. Значит, люди стали собирать подписи, чтобы подать в суд, чтобы прекратить это безобразие. Потому что начнется лето, начнутся крысы, начнутся тараканы. Мы обращались и в прокуратуру, мы обращались в администрацию нашу, мы обращались ко всем, чья это земля. Никакого движения нет. Такой бардак у нас только второй год. Вряд ли, глядя из окна проезжающей электрички, можно назвать Видное одним из самых благоустроенных малых городов России. Сцена вторая. Видное, проспект Ленинского комсомола, поворот к Жуковскому проезду. Вдоль забора пожарной части коробки, бутылки, пакеты. А потом, как в сказке. Чем дальше, тем страшнее. За ракушками уже не просто ссор, а залежи мусора. Причем свалка эта образовалась не за зиму. Сцена третья. Парк отдыха Сосинки. Малыши в колясках, детвора постарше, уже на самокатах. А рядом полные урны. Покрывало, правда, не снежно, а из мусора. По словам гуляющих, так грязно здесь не было никогда. Ну, неправильно, чтобы все вот тут мусорилось. В неприглядном состоянии территории магазина «Пятерочка», который расположен рядом. Отсутствие контейнеров для мусора отнюдь не способствует созданию благоприятной экологической обстановки. Кстати, неопрятный вид имеет не только прилегающую к данному торговому предприятию местность. Советская улица, центральная в городе. За киоском «Союз Печати» около магазина «Дикси» всегда стояли мусоросборочные баки. Сейчас их нет. Но это не значит, что нет и мусора. Месячник благоустройства в Ленинском районе только стартовал. Этот сюжет мы снимали за несколько дней до первого субботника. Проехав по нескольким адресам, картина нам стала ясна. Мусора этой весной очень много и во дворах, и на детских площадках, и на территориях возле магазинов. Медели через две мы обязательно проедем еще раз по тем же адресам, чтобы убедиться, что горы мусора убраны, а город стал чище. Татьяна Акимова, Алексей Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ.